Вслед за предложениями пройти бесплатные процедуры по уходу за волосами и телом, а потом купить волшебные чемоданчики с косметикой за 50 тысяч рублей, появились и аналогичные способы похудеть. Правда, волна бесплатных процедур, охватившая страну несколько лет назад, схлынула. Люди, тем не менее, не перестают желать красоты и здоровья, посещают платные процедуры, а потом жалуются, что их обманули. Междуреченцы заметили подвох. В их внимании некая Академия стройности. По каким принципам работает этот центр борьбы с лишним весом и стоит ли бить тревогу? Междуреченцы обращаются в отдел по защите прав потребителей и жалуются на центр коррекции фигуры «Эталон», что на Карташова 8А. ООО «Академия стройности» работает по принципу одного звонка. По телефону девушка предлагает бесплатную процедуру. Припоминаете? Вы, может, и отказались от услуги, а те, кто согласились, рассказывают. Многое в офисе настораживает. Междуреченком впаривают дорогостоящие препараты и обещают суперэффект. Пугает и другое. Насторожило то, что услуги центра первое посещение якобы будут оплачиваться за счет ОМС, обязательного медицинского страхования. При этом центр оказался не в состоянии предъявить документы, подтверждающие право заниматься какой-то медицинской деятельностью. То есть медицинской лицензии у данного центра нет. Почему-то нет ценников на препараты в витринах центра. Цену на препараты можно узнать только после проведения диагностики. Хотя мы все понимаем, что вести какую-то диагностику организма могут только медицинские организации. Если нет лицензии на медицинскую деятельность, никакой диагностики, конечно, быть не может. Третий момент, который не понравился потребителям. Почему-то заключить предлагают кредитный договор до того, как заключен договор с центром на оказание услуг или на приобретение каких-то товаров. Хотя понятно, что должно быть все совершенно наоборот. Также потребителям категорически не понравилось, что результат проведенной диагностики не выдается на руки. Что это означает? Это означает, что, во-первых, потребитель не в состоянии подтвердить, что диагностика была проведена по каким-то показателям. И самое главное, потребитель не в состоянии перепроверить результат диагностики. А ведь это может быть очень важно. Продолжение следует...